Ваш вопрос с вами закончили все нормально удовлетворено У меня есть сестра двойка и у меня сейчас такой сложный период, потому что я указана как братья с мужчиной как шкурой, но он обижает и мучает, понимает, совет и слушает, носит, что-то изменит меня Она верна ему остается, да? Смотрите, мы как ситуацию, мы как поворачиваем ситуацию, в какую сторону, в сторону божественную, да? Она ему верна, правда ведь? А вы верны своим мужем? Но когда замуж будете верны, вот в этой ситуации будете мучиться, также страдать или бросить Но у нее же муж? И она верна ведь, правда? Вы хотите ей помочь? Вы должны сначала принять, что она верна Вдохновить ее на это, сказать, ты молодец, ты верна, у тебя такая тяжелая судьба И ты верна своему мужу, такая стойкая ты Должны ей сказать это И вы увидите в ее глазах силу тогда А после этого вы сможете ей помочь Но пока вы настроены неправильно, вы не понимаете, в чем смысл главной судьбы человека Она страивается на второстепенный смысл, чтобы ей было легче, вы хотите Чтобы не она приняла свою судьбу, а чтобы ей было легче, вы хотите Таким образом вы совершаете грех и разрушаете ее семью Неожиданный ответ Да, первый раз на лекарств Нет, я не первый раз на лекарств Но сейчас, если же на лекарств Мне совсем пришел на вопрос И чувствую очень боль По отношению к нему Все хорошо и счастливо Но когда у нас, с моей сестреной, мы надеемся Боль и нюни Да, очень сильно Потому что эта ситуация Молодец ушел И все хуже и хуже Он, если у нас расписывает, собирает средства Он самофакутирует Обижает Ну, страдает И обернует Она лекции слушательная? Она слушательная Дайте ей эту лекцию послушать Дайте ей эту лекцию послушать Она должна начать верить в Бога Она верит в человека Поэтому она его распускает Это называется слабость сердца Верность и вера – это разные вещи Быть верной – супер Но верить надо в Бога И когда она начинает верить в Бога То она становится сильной внутри Достойной, самодостаточной Когда она становится самодостаточной У нее будет выбор Или жить отдельно от него И ставить ему условия Или по-доброму воспитывать его И этот выбор зависит от его поведения Если он бьет ее Издевается над ней И ведет себя по-хамски То она должна жить отдельно И ставить условия И при этом быть счастливым Но не уходить от него И второй вариант Если он ведет себя по-доброму к ней Но живет неправильно Тогда надо по-доброму воспитывать Не уходя от него Находясь рядом Понятно? Но сначала она должна наполниться Богом Чтобы все это делать Она сейчас зависит от человека И поэтому портит его Если я завишу от человека Это называется униженность Или слабость сердца Слабость сердца это самый опасный Неизведанный яд Вот допустим девушка говорит У меня муж совсем обнаглел Начал меня бить и ушел от меня Как вообще это надо воспринимать? Плохой человек, да? Надо воспринимать это по-другому Ты зачем же унижалась-то перед ним? Зачем ты ему яд этот в сердце Прыскала, что он может издеваться над человеком? Зачем ты ему это доказывала своим поведением? Зачем ты ему позволяла это делать? Человек не должен никогда позволять таких вещей А если ты позволяешь Ты питаешь его, кормишь это Змею кормить волоком И яд только усиливается Это говорят, есть такая пословица Поэтому как бы Мы сдаем экзамены в этой жизни Она вот сдаёт свой экзамен С одной стороны хорошо, она не бросает человека Воспитывает его А с другой стороны нужно знать, как воспитывать Нужно знать, что делать То есть она должна наполниться Стать независимой Но не бросать при этом А воспитывать начать И он будет исправляться Сначала в его сердце придёт чувство вины Он начнёт вести себя лучше Потом постепенно он начнёт задумываться Как правильно жить Потом у него переворот в жизни произойдёт Ну это всё постепенно будет происходить И это всё олицетворяет её собственную судьбу А дальше я вам говорить не буду, потому что вы не готовы Хотите, чтобы я сказал? Тогда поймите, что это будет вам тяжело слушать Объясните мне, почему вы переживаете так сильно? Ведь параллельно же и у других родственников идут с трудами А вот почему? А вот почему? Потому что подъём тогда не собирается тяжело виноват Нет, потому что у вас тоже есть такой же экзамен Он не обязательно будет таким же Этот экзамен всегда двойной Или вы будете мучить своего мужа Или он вас То есть или то, или то может быть в вашей жизни Одно из двух Поэтому вы и страдаете, потому что похожая судьба у вас А вы не страдаете, а молитесь Побеждайте судьбу через родственницу сначала А потом себе легче будет Когда человек, как Суворов говорил Тяжело в учении, легко в бою Учитесь на других примерах, потом в своём будет легче уже Всё, теперь я вам всё сказал уже Всё, мы будем только ответ на ответ Или ещё лекцию почитаем Всё, мы будем только ответ на ответ Так, следующая тема нашей беседы Это смирение Видите, оказывается, смирение это принятие Да? Ну это вот мы с вами о принятии же говорили сегодня целый день Но, оказывается, смирение это не просто принятие А то, что понято с трудом, то мне дороже Веда объясняет, что есть два способа воспринимать мир Один способ Я ищу счастье в этом мире И поэтому бегу вперёд Я хочу, жду счастья То есть я живу в будущем Или я разочарован в счастье в этом Я тоже как бы смотрю на счастье в этом мире Но я в нём разочарован уже, всё У меня ничего нехорошего не будет в жизни Потому что я уже стар Или моя жизнь сломана Некоторые девушки 18 лет считают Что в их жизни уже ничего не будет хорошего Вот Ну то есть человек ушёл в прошлое в своём сознании В будущем счастье не получил, в прошлое ушёл И пока человек находится в этом внешнем сознании Он будет то в прошлое, то в будущее уходить Он никогда не сможет уйти в счастье, то есть в настоящее А уход в настоящее означает принятие Что такое принятие? Это разворот души Душа пока смотрит в этот мир вот так туда Она там счастье ищет, она будет страдать всё время Душа начинает разворачиваться и говорить Я всё принимаю, Господь, потому что ты мне посылаешь эти испытания Потому что это моя судьба, этот мир закономерен, не случайен Здесь нет удачи, здесь есть законы Разворот к Богу пошёл И когда душа повернулась к Богу, это называется внутренняя жизнь Я не жалею ни о чём То есть если я жалею, я туда опять смотрю Я не жалею ни о чём Посел фундамент крепок дом А то, что понято с трудом, вот для чего я живу То, что понято с трудом, вот для чего я живу Оказывается, цель человеческой жизни это развернуть взгляд Когда он разворачивает взгляд на Бога или внутренняя жизнь Или взгляд на совесть, то есть жить по законам Или я принимаю всё это взгляд на Бога Я верю, что Он мне не зря эту жизнь дал Что всё закономерно Здесь нужно всё то, что происходит Жить по законам, всё закономерно И я верю, что счастье находится там, в сердце Оказывается, за душой, веда описывает За душой у нас в теле две души, оказывается, живёт Веда объясняет, две души, представляете? Одна душа — это я Но я куда смотрел? Я смотрел туда, на свою судьбу, на свою жизнь В этот внешний мир Но когда душа... Я не жалею ни о чём, всё нормально Я всё принимаю Раз — развернулось А то, что понято с трудом И на сверхдушу взгляд Называется внутренняя жизнь В этот момент, когда душа смотрит туда, внутрь Она во что верит? Что если я буду там внутри работу совершать Всё снаружи поменяется То есть вера такая интересная Представляете? Вроде бы ничего не делает Веды говорят Настоящий мудрец Мудрец Видит бездействие в действии А действие Обычных людей То есть бездействие в действии А действие в бездействии То есть что это значит? Это значит, что люди все действуют Они такие Ааа, бегут, там работают Он видит, что это там слабое действие Мудрец говорит, надо молиться Все люди говорят Так это бездействие Чего молиться-то? Надо менять ситуацию Понимаете? А он видит, как раз вот это и есть Изменение ситуации Это и есть настоящее действие Не то, что ты отменяешь внешний действие Ты его не отменяешь Ты его делай хорошо Ты сначала молись перед битвой Пробей свою судьбу У тебя в сердце появляется Легкость Сила Знание, как сражаться Храбрость Всё появится Храбрость означает победа Знаете об этом? Если воин подошел сражаться В его глазах Нет тени страха Он всё знает, что всё будет хорошо Значит, он уже победил раньше Это называется преддействие И это преддействие совершается в сердце В отношениях с Богом Ты сначала судьбу побеждаешь А Бог тебе может сказать там Всё хорошо Он тебя победит Ты будешь убит в этой битве Но это так я хочу Бог может в сердце сказать И человек Так если ты так хочешь Ты же супер Но вы это не поймёте То, что я сейчас сказал Не все это поймут Но даже такое Иногда бывает Для кого? Для очень возвышенных душ А для простых людей Всегда только победа Только победа всегда Только продолжение жизни Только всё лучшее Только всё самое лучшее Для простых людей А для очень возвышенных Иногда Уход из жизни Это милость Бога Так бывает И человек не чувствует Страдания от этого тоже Поэтому как бы ты Не почувствовал Если ты Моришься Богу И проходишь Третья стадия Спокойствие в сердце Влияние на ситуацию И приузнание что делать И третья стадия Сердце противника меняется Оно наполняется страхом Всё Дальше что осталось делать? Дальше всё просто Человек обретает силу Знания Он энергию Когда человек боится Он теряет силы У него ноги подкашиваются Он мутнеет Концентрация Внимание Он ничего уже не может понять Что происходит От страха Это всё происходит Человек фактически Соглашается Со своей гибелью Когда человек бесстрашен Даже если Ему как бы Знаете Бывают такие случаи Раз одному воину Отрубает руку И он такой стоит Радостно Продолжает сражаться Без руки И что дальше происходит? Тот который это увидел Погибает Человек с радостью Продолжает сражаться Он принял от Бога Это можно вынести Противнику Или нет? Такое зрелище Можно вынести? Практически невозможно Практически невозможно Потому что из двух воинов Один должен погибнуть Кто побеждает Тот Имеет больше веры Он Значит Имеет право Жить дальше Потому что жизнь Предназначена Для веры в Бога Она нет другого Смысла жить И люди испытывают Свою веру Сражение И все Поэтому Даже если мы не сражаемся Я вам крайний случай привел Крайний пример То Надо учиться Смотреть туда глубже Интересно знать Что когда человек Не видит этой глубины Туда не смотрит в глубину То Он очень много видит Недостатков в других людях И совсем не видит Недостатки в себе Он никак не может понять Чего от него хотят Вообще Почему его ругают Потому что у него нет знания Он не видит Своих недостатков Или видит Но никак не придает им Большого значения Но когда человек Начинает работать над собой Поворачивает свой взгляд внутрь То там есть несколько слоев видения Первый слой видения Это называется объем работы Человек понимает Туда опасно смотреть Понимаете Человек понимает Что оказывается Вот эти страдания Это невыносимо все Что муж от меня уходит Это просто объем работы Ты просто туда посмотри Начни молиться Постепенно Преодолей этот объем работы И муж перестанет уходить А если он будет Продолжать уходить А тебе спокойно На сердце И все хорошо Что это значит Это значит Что Бог тебе Приготовил другого мужа Еще лучше Поэтому поражений На этом пути нет Ты просто молишься И все И дальше смотришь Что Бог решил Я реально видел Такую ситуацию В своей жизни Человек молился 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 Жена не возвращается Как только не молился Не возвращается И раз Спокойствие в сердце Не возвращается Хотя Спокойствие Что это значит Бог Бог Приготовил Лучше Жену И так Произошло Нет поражений На этом пути Понимаете Нет поражений Никаких И так Человек Видит сначала Свою судьбу Там внутри Это уже Смирение Потому что он Принимает Да у меня такая судьба Все нормально Это просто объем работы И все Уход из жизни Близкий человек ушел Это просто объем работы Но я же никогда Уже его не почувствую Этого человека Мы не будем вместе Заблуждение Заблуждение Ты начни молиться Очисти Сердце Потому что смотрите Близкий человек уходит Почему тебе плохо На самом деле Никто из отношений Не уходит Близкий человек Никогда не уйдет из твоей жизни Потому что вы связаны Сердцами навечно Он никогда не уйдет из твоей жизни Он останется рядом Почему ты страдаешь Потому что ниточка Связь плохая Неправильная Грязная Начни молитву Сначала спокойствие По поводу близкого человека В сердце Потом дальше Ты начинаешь Чувствовать его Хоть он и ушел Чувствовать его Начинаешь И дальше Его жизнь Начинает меняться Ему лучше становится Он получает благо Он приходит тебе во сне Говорит Спасибо тебе большое Так тебе благодарен И дальше Пошел в свою жизнь Дальше И что у тебя ощущение Какое в сердце Вечная связь с этим человеком Спокойная связь Ощущение Что ничего не потерял Я Я с ним остался Навечно связан Все хорошо Встретимся Позже Отпразднуем встречу Следующая стадия Человек видит грязь внутри Огромное количество грязи видит Когда он молится Чувствует огромное количество грязи Дальше эта грязь только нарастает Он смотрит глубже в себя И думает Господи, да я вообще грешный Он до этого думал Что другие люди грешны Причем интересно Есть стадии Развития верующего человека Знаете Первая стадия Я верующий Я верующий Вторая стадия Я хороший верующий Третья стадия Я возвышенный верующий Четвертая стадия Похоже не очень возвышенный Пятая стадия Я просто верующий И все Шестая стадия Я грешник И знаете какая Седьмая стадия Я душа Представляете Я не грешник И возвышенный Не падший А просто Вечная душа Вот это вот Движение туда Я грешник Означает Что ты увидел судьбу Понимаете Я не возвышенный Я То есть сначала Человек видит благочестие Допустим Я бросил есть мясо Какой результат Через два месяца Ай 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 Вокруг одни трупоеды Ну как можно жить Замечательно Первый результат Это гордость Это время Время пришло Видите Время пришло Первый результат Это гордость Понимаете Гордость А потом То есть ощущение Что я великий Человек сделал хорошее дело Сначала он великим стал А потом Он начинает Глубже 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 Проникать внутрь И когда он просто вот Хочет помочь Человеку Который не знает Как правильно кушать Просто хочет помочь И не важно что он кушает Не имеет значения Просто хочет помочь Это уже называется смирением Потому что человек Уже дальше Соприкоснулся Со своей судьбой Он пошел глубже И увидел объем работы Просто и все И для него теряется Вот это ощущение Плохие Хорошие Нет плохих людей Нет хороших людей Просто есть Объем работы Я помогаю людям И все У меня нет Такого чувства Что кто-то плохой Просто я помогаю Все хорошие Точно так же Там в сердце Человек видит грехи Он сначала Очень ярко Их воспринимает Потом он идет Глубже Глубже И просто понимает Что это все Объем работы Нечего так сильно На этом заострять внимание И человек начинает Дальше Понимает Что смирение Означает Приближение К этому пониманию Что я Маленький Что я искорка От Бога Но очень могущественный Вот если ты понимаешь Что ты маленький Ты понимаешь И вот ты видишь Вечность Свою чистоту То тогда Это уже не маленький Это уже очень могущественный Душа Видя себя Маленьким И вечным Обретает Сразу две вещи Первая вещь Своё желание Подчиниться Высшей силе Солнцу Подчиниться То есть Бога с Солнцем сравнивать Высшему То есть Я Он не искорка маленькая Он Большое Солнце По сравнению со мной Я хочу быть с ним Просто Рядом В его случаях Быть Я при этом не теряю себя Кстати Свою индивидуальность Я остаюсь Самим собой Но рядом С большим Некоторые говорят А чего это Такая несправедливость Я маленькая Он большой Правда Несправедливость Вопрос В какую сторону Как вы думаете В какую сторону Несправедливость Смотрите Он от маленькой Искорки Много любви получает Не очень Она же маленькая А она от него Бесконечное Количество любви Бесконечное И когда душа Понимает В чем заключается Жертва Бога То что он Дает нам Возможность Любить в миллиарды раз Сильнее Чем он сам Как бы Нас любит Вот это И это и притягивает душу Она хочет К солнцу Назад Карма что такое Угасание жизни Чем дальше Человек живет в этом мире Тем хуже его жизнь Не прогресс По Дарвину идет А деградация Чтобы вы знали Душа гаснет Но когда она Начинает к солнцу лететь Разворачивается С помощью знания Назад Иди за солнцем следом Этот путь Вообще неведом Все от солнца летят И гаснут А ты к солнцу назад Разворачиваешься И летишь к солнцу И что с искоркой Начинает происходить Она против течения летит Что происходит с ней Она разгорается дальше Когда рядом с солнцем Она становится Сияющей просто Но она осознает Что она маленькая При этом И это называется Смирение Ладно, мои хорошие Я вам рассказал Все, что знал На этой теме Это сложная тема Вы меня простите Если что не так Потому что мы Самый глубокий вопрос С вами разбирали В жизни У нас осталось Мало времени У нас до десяти же лекций, да? Хотелось бы Хотелось бы Давайте Вот о чем поговорим Вот смотрите Сейчас мы будем с вами изучать У нас есть еще Минут пять-семь Я вам расскажу о молитве Несколько моментов Которые вы должны знать Вот когда человек Садится Не двигаясь Или встает Не двигаясь То в это время Он телом Принимает судьбу Когда человек Выпрямляется Не согнутый А выпрямляется Он телом Принимает судьбу Когда человек Молится И болтается Или ходит В это время Он Душа Его соприкасается С умом И обдумывает Как жить ему Это тоже нужно То есть Энергия Бога Идет на решение Проблем жизни Надо Что же все понять Что делать Человек ходит и молится Это нормально Но если он хочет Преодолеть судьбу Победить Он должен застыть Не двигаться И он должен застыть Не только телом Сначала человек застывает телом Это очень трудно У него протест идет из тела Но он не двигается Терпит И дальше он должен застыть В слушании Это очень трудно Даже просто понимаемо Оказывается Большинство людей Не могут предаться Слушанию Они просто не знают Как это делать Потому что сильно прикованы К слушанию Своей судьбы Вот смотрите Я желаю всем счастья Я от всего сердца Желаю всем счастья Видите Я чем занимаюсь Обмениваюсь с вами Своей судьбой Сейчас Вам нужна моя судьба? Нет? Женщина говорит Нет, нет, нам не нужна Ваша судьба Никому не нужна оказывается Моя судьба Я понял Всем Бог нужен Это правда? Хорошо Второй вариант Я вспоминаю своего наставника Это другая судьба Называется миссия Я вспоминаю своего наставника Я желаю всем счастья Видите Не полностью вспомнил Осечка произошла Еще раз Я желаю всем счастья Часть Вот сейчас уже получше Почувствовали? Видите Звук Очень четко Сосредоточенный на памяти о старшем Побеждает судьбу Это уже голос разума До этого я показывал голос ума Поэтому по факту Тот человек Который постоянно помнит о старшем Когда он читает молитву Им больше ничего не надо Потому что он побеждает судьбу В это время Но знайте что судьба Она к себе приковывает через боль Когда судьба сгущается Настоящий экзамен приходит в жизни То возникает сильная боль в сердце Эта боль Приковывает к себе память И человек уже не может помнить о наставнике В это время Он помнит только о своей судьбе И в это время Если он повторяет молитву Молитва не действует Потому что молитва действует Когда ты помнишь О святости Об алтаре О Боге О святом месте О чуде каком-то Которое произошло От Бога Событие Но не о себе Но все люди В этом мире Помнят только о себе И больше не о ком Поэтому Победа над судьбой Очень труднодостижима Но в древних священных писаниях В ведах Описывается способ Который Самый легкий Для того Чтобы победить судьбу Для этого Нужно молиться Не одному А входить в молитвенный звук Своей памятью И когда кто-то молится Люди когда молятся И ты входишь в этот звук И начинаешь Верить в этот звук Молитвы Что все вот поют Молятся И ты вместе с ними Вера в этот звук Молитвы Соединяет тебя С пространством Победы над судьбой Это пространство Звука И веды говорят Тот кто Видит Звуковой образ Господа Не имеющего Материального тела Воистину Видит Правильно Ну то есть Когда человек На звуке Концентрируется И начинает В звуке молитвы Жить С теми кто молится Вместе объединяется В этот звук Входит То в этом звуке Находится Победа над судьбой В это время Он легко Забывает о себе Даже если ему сильно больно Даже если сильно больно И это значит Что эта боль будет таять Потому что он в это время Соприкасается с Богом Я вам могу просто Описать Три Четыре основные стадии Вот этого процесса Концентрации на звуке Первая стадия Называется наполнение Человек просто Он повторяет Я желаю всем счастья Вроде бы Или молитву Но об этом не думает Он думает Только о том Как они повторяют Те кто повторяют Рядом То есть он наполняется Вдохновляется Их силой И приковывает себя К голосу Тех кто молится И при этом Он должен включить разум А разум Чтобы включить Нужно самому повторять Разум живет только в звуке Он не живет в молчании Если вы не повторяете Просто слушаете То в это время И работает ум А если вы повторяете Как они То включается разум То есть вы сильно слушаете И повторяете они Как они На первой стадии Вторая стадия Называется наполнение То есть первая стадия Это включение Да Я соединяюсь с источником Вторая стадия наполнения Я начинаю чувствовать Энтузиазм Я желаю всем счастья Я чувствую Что у меня сильнее 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 Происходит мой звук Становится очень твердым Таким Мне хорошо повторять Я желаю всем счастья Я теперь знаю Что это правильно И в этот момент Когда счастья Становится достаточно Чтобы побеждать Судьбу В этот момент У человека в сердце Так Ух И хорошо становится Поднимите руку Кого так произошло Вчера Время я желаю всем счастья Все Вот вы Увидели свою судьбу Ворота Судьбу Открылись у вас И там Озеро счастья Вот которое вот это наполняется Вы его самую поверхность Увидели Поэтому видели Что из сердца исходит Счастье И вот это счастье Которое исходит из сердца В это время Что надо делать Соединиться своим звуком Я желаю всем Что Вот то что я в сердце Чувствую Счастье Я слушаю тех Кто молится Наполнился И желаю всем счастья Вот это четыре стадии Победы Ну Во время молитвы Четыре стадии Первая стадия Соединения Вторая Наполнение Третье открытие сердца Четвертое Отдавание То есть человек Начинает работать Как проводник Не как лампочка А как проводник Он берет Отдает 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 Лампочка в результате Никуда не пропала Она начинает светиться Сильнее Сильнее Но мы о ней не должны думать Когда ты о своей Лампочке думаешь Она гаснет Думай о том что брать И о том что поддавать Иначе она перегорит Сампотика перегорит Или погаснет Ну вот Вопрос пожалуйста По молитве Ну говорите Не надо думать о этих людях Это то что Бог вам показывает Это называется знание Знание ведет как сопутствующий фактор И не только вы это увидите Вы увидите Увидите как вернуть мужа Увидите как там Устроиться на работу Увидите как вылечиться Много чего увидите Не концентрируйтесь на этом Это сопутствующий фактор Ваша концентрация только на одном Я слушаю тех кто молится И отдаю этот звук Я могу алтарю отдавать Людям отдавать могу Священному писанию могу отдавать Тому кому я благодарен Кому я поклоняюсь Но если я задумался О тех картинках Которые Бог мне показывает Я вышел из молитвы На этом она закончилась Знание идет само собой Не обращайте на него внимания Даже если вы увидите себя вечным Как душу Тоже не обращайте на это внимание Бог будет все показывать вам А вы продолжаете ему служить Не отвлекайтесь Потому что знание Всегда сопровождается Со счастьем всегда связано Если человек что-то узнает У него сразу А особенно если он Духовное что-то узнает У него Сильное счастье Внутри возникает И оно отвлекает От служения Поэтому человек Должен бояться Счастья Во время молитвы Оно может отвлечь От служения Богу Понимаете И оно всегда мучает Счастье Человек который молится Он молится Ему сердце Увеличивается Увеличивается Счастье Раз знание пришло Еще больше счастья Отвлекся от молитвы Опять начинает Я хочу тебе служить Я не хочу счастья Я хочу служить тебе То есть человек который Молится постоянно Мучает счастье А всех остальных Мучает несчастье Понимаете Надо решить что вы хотите Чтоб вас мучило Чего вы выбираете Ну последний вопрос По молитве По молитве же да Ну спрашивай Силы на молитву где брать От подружек От подружек С подружками договаривайтесь Чтобы вместе молиться Они чтоб тоже молились Нет Какие именно Молитвы надо читать Я так понимаю Я желаю всем счастье Это подготовка Да Есть еще какие то молитвы Ваши веры читать Ваши веры Но молитвы надо читать Такие Они должны быть связаны С Богом и короткие Они не длинные Рассуждающие А короткие Прославляющие Или отмечающие Бога Как такового Допустим Господь ты такой то Или я тебе радуюсь Там Или еще что то Короткая молитва Направленная на Бога Побеждает судьбу Все остальные молитвы Предназначены Для познания Все Все Короткую молитву На четках надо читать Что Правило какое то Выполнить Все Все сели прямо На четках Да Не 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 Не